Всем здравствуйте, меня зовут Мария Рябова, я стилист-миджмейкер и сегодня специально для телепрограммы PRO я расскажу про микротренды. Существует много способов разнообразить свой гардероб, особенно если он базовый и микротренды это один из самых классных способов. Что такое микротренды? Микротренды это что-то очень яркое, необычное, то что модно именно здесь и сейчас. Обычно микротренды держатся на протяжении одного-двух сезонов, а затем сменяются чем-то новым, более ярким, более необычным. В этом сезоне к таким микротрендам мы можем отнести игрушечные украшения. Игрушечные украшения это украшения, которые сделаны своими руками, обычно такие украшения носят дети, но в этом сезоне они в тренде. Это различные колье, вузы, фенечки. На мне, например, колье из этой категории. Миксуйте разные цвета, яркие, пастельные и разнообразьте свой образ. Самым трендовым головным убором наряду с косынкой в этом сезоне является панама. Если раньше панама была с фиксированными полями, то сейчас мы имеем более расслабленную версию. Это может быть панама из мягкого денима, хлопка или даже вязаная крючком. Последние пять-десять лет прошли под знаком высокой талии и в 2021 году к нам вернулась низкая посадка. Это может быть низкая посадка как в брюках, в джинсах, так в шортах и спортивных штанах. Однако следует помнить о том, что она все же видоизменилась. И если в 2000-х годах мы имели джинсы skinny с заниженной ультра низкой посадкой, то сейчас в моде более широкие модели как брюк, так и джинсы. Поэтому, если вы хотите быть в тренде, выглядеть актуально, не покупайте ультра узкие джинсы и брюки с заниженной талией. Вместе с модой на расслабленные комфортные силуэты, на силуэты оверсайз. В этом сезоне для любителей романтики с нами вновь летящие платья, валаны, оборки, многоярусные платья. И это отличный тренд для тех, кто хочет разнообразить свой гардероб, внести в него нотку романтизма, такой принцессности, девичьего характера. И это не значит, что нужно с ног до головы одеваться ватирюше и валаны. Достаточно добавить либо блузи, с объемными рукавами, к обычным брюкам, либо какой-то топ с валаном на одно плечо. И это уже будет создавать и трендовый образ, и ваше настроение. Из прошлого года перешел тренд на большие воротнички, на большие отложенные воротнички. Они могут быть различной формы, как округлые, так и удлиненные. Такой элемент может украсить и придать изюминку вашему образу. Единственное, на что стоит обратить внимание, на то, что круглые воротнички могут увеличить зону плеч, а длинные, наоборот, вытягивают силуэт. Поэтому выбирайте ту форму, которая подчеркнет ваше достоинство. И последний микротренд, о котором я хотела бы сказать, это тренд на маски и на аксессуары, закрывающие лицо. Этот тренд понятен в связи с обстановкой в мире из-за пандемии. Тем не менее, в этом сезоне дизайнеры также представили свои вариации масок. Я надеюсь, что ситуация в мире улучшится, и это будет последний сезон, когда нам будут необходимы эти аксессуары, и мы будем вынуждены их носить. На сегодня это все. Я надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, вы отметили для себя какой-то микротренд, который близок к вам и украсит ваш гардероб. Я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok